Это было так необычно. Женщина-основатель. Это должно быть что-то великое. А затем ты вдруг изменяешь мир. Оценка стоимости компании достигала 9 миллиардов долларов. Мы сразу представляем тип личности Стива Джобса. Клянетесь ли вы говорить правду? Клянусь. Теперь ей грозит несколько десятков лет тюрьмы за мошенничество. Сразу так и не поймешь, сколько людей из-за нее пострадало. Скажем, люди с подозрением на рак получили удручающий вердикт. Рано синвестировали дилетанты. Богатые дилетанты. Типа Роберта Мердука или бывшего госректора США. Элизабет выступала на конференции лидеров с Биллом Клинтоном. Большинство мужчин просто влюблялись в нее. А что нет? В основном пожилые белые мужчины. Если вы поймете, что вы в опасности, вы сможете сделать гораздо больше. И она даже изменила тон голос, чтобы звучать более авторитетно. Она сама поверила в свою ложь. Привет, друзья. Место действия нашего сегодняшнего выпуска – та самая «Силиконовая долина». Большие идеи, большие амбиции, огромные деньги. У Элизабет Холмс всего этого было в достатке. Она предложила революционный способ анализа крови из пальца с почти мгновенным результатом. Проект поддержали большими инвестициями легендарные политики и бизнесмены. Холмс стала самой молодой женщиной-миллиардером в истории. А потом – самой знаменитой мошенницей Америки. Вы, возможно, слышали эту историю в новостях или, может, смотрели сериал «Выбывшая» с Амандой Сейфрид, которая за роль Холмс получила Эмми. Но сегодня вы услышите историю невероятной аферы из первых уст от непосредственных ее участников, включая ключевого сотрудника Элизабет Холмс, того человека, кто в конце концов и разоблачил миллиардный обман. До сих пор он еще не давал развернутого видеоинтервью. Передаю слово Илье Егорову. Как в 19-летнем возрасте убедить людей в том, что ты знаешь свою работу и что у тебя все получится? Она была очень обаятельной. Очень. Мы разговаривали с ней, и она излучала такую искренность. Очень молодая и невероятно впечатляющая. И меня даже процитировали, когда я сказала, что она не моргает. Это меня напугало и заставило нервничать. Дело не в возрасте. Такие люди, как Стив Джобс, Билл Гейтс, ребята из Гугл, Майкл Делл, Лэри Эллисон и другие продемонстрировали это. В 19-е Элизабет Холмс создаст медицинский стартап, который через 10 лет будет стоить миллиарды и пообещает человечеству невероятный прорыв в будущее. В то время она создавала себе имидж великой бизнесвумен, которая стремится произвести революцию в медицине. Поэтому мы сразу представляем тип личности Стива Джобса, эксцентричного, сложного человека, но при этом ориентированного на свой продукт или бизнес. Я сплю около четырех часов. Я чувствую себя самым счастливым человеком в мире каждый день благодаря тому, что я делаю. Она просто использовала самые такие гимики, которые делают из нее предпринимателя. Она одевалась в стиле Джобса, она использовала очень такие резкие, продуманные фразы, короткие. И она даже изменила тон голоса, сделала его ниже для того, чтобы совершенно точно, как исследовано много раз уже, чтобы звучать более авторитетно. Наша вера в том, что каждый человек, в том числе, где они живут или сколько денег они имеют, имеет основное право для доступа к своей собственной информации. Что было так необычным о ней? Поражало вот что. За ней стояли огромные ресурсы, и она не относилась к этому как к бизнесу. Она относилась к этому как к своей личной инициативе, которая совсем не требовала эффективного управления. Я верю, что есть харизматичные люди, личность которых тебя привлекает, которые намеренно стараются казаться привлекательными. Я думаю, многие в Кремниевой долине и в других эпицентрах современной цивилизации намеренно стараются казаться харизматичными. И благосклонность со стороны СМИ, и весь этот антураж этому способствуют. Так и было с Элизабет Холмс. Клянетесь ли вы говорить правду, только правду и ничего, кроме правды? Клянусь. Власти проводят расследования по делу медицинской компании «Терранос». Мы следим за развитием судебного дела против Элизабет Холмс. Самая молодая в мире женщина-миллиардер, добившаяся успеха сама, теперь ей грозит несколько десятков лет тюрьмы за мошенничество. Если описать эту историю вкратце, сразу так и не поймешь, сколько людей из-за нее пострадало. И не подумал бы, что эти события так повлияют на их жизнь. Взять того же Розендорфа. Она была скрытной. Она культивировала некую мистическую атмосферу. Вы поддерживаете загадочность, непредсказуемость, чтобы никто не знал, когда враг собирается нанести удар. И она действительно очень хорошо разбиралась в силе, а также в зрелищности и в том, как быть актрисой. Я знаком со многими бывшими работниками Терренос, и истории большинства из них похожи на историю Адама. То, что случилось, их просто разрушило. Буквально разрушило. Стива Джобса в юбке, хотя на самом деле мисс Холмс почти всегда ходила в брюках, знали во всем мире. Ее медицинский стартап Терренос называли не иначе, как Next Big Thing. Следующая большая история после Apple, Google и Facebook. Холмс уверяла, в ее компании знают, как проводить анализы крови практически моментально. За 10 лет Терренос собрал около 700 миллионов долларов инвестиций. В его совете директоров были двое бывших госсекретарей США, а к 2014 году оценка стоимости компании достигала 9 миллиардов долларов. И даже в далекой России, где фамилия Холмс всегда ассоциировалась исключительно с великим сыщиком, кажется, были поражены, когда история невероятного успеха женщины-предпринимателя обернулась невероятным мошенничеством. В прошлом году Элизабет Холмс приговорили к 11 годам тюрьмы. В нашем фильме о ее пути от визионера до аферистки говорят те, кто хорошо знал Холмс, в том числе и тот, из-за которого она окажется перед судом присяжных. Меня зовут Джон Иоанидис. Я профессор медицины и политики в области здравоохранения в Стэнфордском университете, врач-эпидемиолог. Профессор Иоанидис первым задался вопросом научной состоятельности стартапа Элизабет Холмс. Я Филлис Гарднер, я профессор медицины здесь, в Стэнфордском университете. К Филлис Гарднер Холмс обращалась за советом еще во время учебы в Стэнфорде. Уже тогда Гарднер пыталась вразумить амбициозную студентку. Ее изобретение не будет работать. Я получила докторскую степень в области химической инженерии в Стэнфордском университете, где тоже училась Элизабет. Энн Коппсил приглашала на работу в Тернос лично Элизабет Холмс. Но на первой же встрече доктор Коппсил поняла, за стартапом не стоит никакой конкретики. Меня зовут Джозеф Фьюз. Я изобретатель. В основном работаю в фармацевтическом бизнесе. Я живу в Теннесси. На мое имя зарегистрировано примерно 50 патентов в США, в основном связанных с пероральным приемом лекарств. Друг семьи Холмс Джозеф Фьюз вместе со своим отцом Ричардом Фьюзом, обладателем многочисленных медицинских патентов, послужил важнейшим источником для журналистских материалов, разоблачивших мошенничество Холмс. Здравствуйте. Меня зовут Шерил Гафнер. Я работала в компании Терренос чуть меньше года. В стартапе Гафнер начинала как секретарь, но вскоре стала ответственной за отдых и досуг сотрудников. Меня зовут Адам Розендорф. В первую очередь, я отец прекрасной пятилетней девочки. В 2000 году я окончил медицинскую школу Маунт-Сайной. С 2005 года, то есть уже 17 лет, я занимаюсь клинической патологией. Доктор Адам Розендорф был ключевым сотрудником Терренос, а через несколько лет стал ключевым свидетелем обвинения против основательницы компании. Это его первое большое интервью. Привет. Как дела? Да, я готов дать интервью об этой странной истории ради ответственного введения бизнеса в сфере здравоохранения в Соединенных Штатах. Мои родители, папа и мачеха, Ричард и Лоррейн, пару лет жили по соседству от семьи Холмс в Вашингтоне. Моя мачеха и мама Элизабет, Ноэль, много лет были близкими подругами, и мой папа тоже приходился другом этой семье. В таких обстоятельствах я с ними и познакомился. Отец Элизабет был высокопоставленным руководителем компании Enron, и она не знает точно, каковы были обстоятельства его увольнения или ухода. В высших эшелонах исполнительной власти в Enron не было ничего хорошего. Все было таким же больным и испорченным, как и в Терренос. Ее родители были, как бы это сказать, они жили прошлым. Их предки были представителями старой американской бизнес-аристократии. У них было огромное состояние, которое они со временем потеряли, и они были этим недовольны. С одной стороны, эти люди считали себя лучше других, а с другой стороны, считали себя жертвами, будто у них забрали что-то, на что у них было право. Поэтому нельзя в полной мере понять, откуда взялись эти огромные личные амбиции у Элизабет, если не знаешь, какая обстановка была у нее в семье. Мои родители копили всю свою жизнь, чтобы мы с братом могли поступить в колледж. И чтобы вложиться в создание этой компании, они позволили мне взять деньги, которые они могли бы потратить на пенсии. В 2003-м Холмс бросает престижный Стэнфорд, как когда-то свои университеты бросили Стив Джобс, Билл Гейтс и Марк Цукерберг. Я уже много лет преподаю в Стэнфордской бизнес-школе курс по венчурному капиталу. И примерно треть курса берут студенты, которые хотят стать венчурными инвесторами, а две трети студентов – это студенты, которые хотят стать основателями стартапов. И вот они приходят ко мне в этот мой офис, Стэнфордский. И у меня еще не было студента, который пришел бы, Алексей, в мой офис в момент, когда он рассказывает, или она рассказывает, или они рассказывают про свои стартапы, чтобы они не были уверены, что они полностью поменяют мир. Я бы не стал упрекать ее в том, что она ушла из Стэнфорда и возглавила свою компанию. Стэнфорд – прекрасный университет, учиться здесь безумно интересно. Но я спокойно верю в то, что некоторые люди могут быть слишком умными даже для такого учреждения. Или настолько не могут усидеть на месте, что решают делать все сами с нуля, испытать удачу. Когда я изучаю всех основателей единорогов, а их примерно в США примерно 2500, то, хотя очень мало часть из них, но есть примерно, по-моему, 50-55 человек, те, которые то, что мы называем «дроп-outs». То есть они стали студентами университетов, очень часто крупных университетов, Гарварда, MIT, Стэнфорда. И потом они вместо того, чтобы заканчивать эти университеты, они основали свои стартапы. Их в реальности очень мало, Алексей. И поэтому я всем своим студентам не рекомендую «дроп-out». «Тераноз» – это сочетание слова терапия и диагностика, всевозможные тесты по одной капле крови. Я проходил мимо их штаб-квартиры, потому что живу в том же районе. И я увидел это название. Оно показалось мне интересным, потому что в нем было что-то греческое. Я знаю греческий. Оно напомнило мне греческое слово «тиран» или «смерть». Конечно, коммерческая деятельность компании не была связана с терапией. То есть это была диагностика, а не терапия. Но название оставили. Еще на первом курсе Холмс добилась права заниматься лабораторной работой вместе с аспирантами. А потом поехать на практику в Геномный институт Сингапура. В Сингапуре Холмс занималась анализом образцов крови для выявления следов коронавируса SARS-1. Не того, о котором вы подумали. Та эпидемия вспыхнула еще в 2002 году в Юго-Восточной Азии. Вот там-то, как она сама рассказывала в 2014 году «Нью-Йоркер», трудоемкий процесс забора крови привел ее к мысли о технологичной оптимизации. В течение последних 11 лет мы сделали возможным проведение любых лабораторных анализов со скидкой от 50 до 90%. Мы сделали возможным проведение комплексных лабораторных анализов на основе крошечного образца или нескольких капель крови, которые можно взять из пальца. И мы сделали возможным отказ от пробирок с кровью и заменить их нанотейнерами. Я была знакома с одним из советников ее компании. И этот человек предложил мне стать консультантом в Тернос, потому что я занималась исследованиями в области гидродинамики и имела опыт разработки диагностических устройств с использованием одной капли крови. Я была уверена, что уйдет как минимум полгода на то, чтобы определить, как именно кровь должна поступать в это устройство, и чтобы в целом довести продукт до ума. Но Элизабет и слышать об этом не хотела, поэтому я так и не стала с ними сотрудничать. Меня приятно удивило, что они пытались развивать медицину, что они планировали массово использовать технологию, которая позволяла в сто раз более продуктивно работать с анализами крови. При этом самой крови требовалось мало. И на это затрачивалось бы в сто раз меньше времени и денег. В теории это все звучало очень заманчиво. И я подумал, может быть, я смогу отнести к ним анализы для исследований, которые мы проводим с моей командой. Это может принести плоды. Но я стал смотреть, что стоит за их деятельностью с точки зрения науки, но не увидел никаких научных исследований. У них не было никаких статей с рецензиями, которые бы объясняли то, чем они занимаются на языке науки. Она разговаривала с сотнями разных людей, и среди них много кто качал головой и говорил, «Нет, что-то здесь не то». Но было несколько, что говорили. «Как интересно! Это здорово! Мне нравится ваша идея!» И она продолжала с ними общаться далее. Потом она находила еще больше таких людей. Они рассказывали о ее проекте другим людям. Кто-то сразу отвергал ее идеи, кто-то считал их замечательными. У нее было чутье на людей, которые были готовы ее слушать и нахваливать. И ее саму, и ее проект. И круг таких людей нарастал уже сам по себе. Но, как вы знаете, Филлис Гарднер, с которой вы уже беседовали, профессора Стэнфорда, она с самого начала сомневалась в этом проекте и не доверяла Элизабет. И Элизабет Холмс найдет авторитетного, даже легендарного в мире науки человека, который поверит в нее. Но в Стэнфорде был и другой профессор, который упорно продвигал проект Элизабет, думаю, что именно ему удалось привлечь туда некоторых инвесторов. Да, профессор, о котором я говорю, Ченнинг Робертсон. Просто не верится, что он это сделал. Вы бы дали деньги такой девушке? Если бы у меня были деньги, дала бы. Почему нет? Она очень умненькая, она училась в Стэнфорде. С ней вместе за эту идею отвечает ведущий, биолог Стэнфорда, у которого она училась. Она звучит убедительно, и в ее вот таком, в такой одержимости юности есть шарм, и есть что-то, что хочется симпатизировать. Знаете, я всегда рассматривала деньги как инструмент, позволяющий что-то изменить. Поэтому я не строила компанию только для зарабатывания денег. Речь идет о создании ценности. И деньги – побочный продукт успеха и создания этой ценности. Если проанализировать карьеру, собственные идеи Ченнинга Робертсона не принесли ему особого коммерческого успеха. Он больше проявил себя как свидетель-эксперт в судебных делах, и для такой работы нужен человек, который хорошо умеет говорить. Потому что именно это и требуется от свидетеля-эксперта – убедить в своей экспертности судприсяжных. Но главным аргументом в пользу поддержки идеи Элизабет для Ченнинга стал стремительный рост популярности Стэнфорда в Кремниевой долине. И мысль, которая может обернуться и благословением, и проклятием. Мысль о том, что в Кремниевой долине все возможно. Мы частная компания. У нас очень небольшая база инвесторов. Потому что нам нравится быть частной компанией, и мы считаем, что в этом есть много преимуществ. У нас довольно опытные инвесторы. Не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. Фраза, которую приписывают чуть ли не самому Джону Рокфеллеру, ярко иллюстрирует бизнес Элизабет Холмс. В 2011 году она знакомится с бывшим госсекретарем США Джорджем Шульцем. Вскоре он становится членом Совета директоров Терренос. Его связи привлекут в Совет директоров легендарного дипломата Генри Киссингера, двух бывших глав Пентагона, именитого банкира. С такой поддержкой инвесторами Терренос становится самая богатая семья Америки Волтона. Владельцы Walmart привнесли 150 миллионов. Медиамагнат Руперт Мердок – около 120 миллионов. А бывший министр образования по совместительству член клана миллиардеров Бетси Девос – примерно 100 миллионов долларов. Интересно, что все венчанные капиталисты, с которыми я разговаривал, которые специалисты в биотехнологии, у меня была возможность лично пообщаться с более чем тысячей венчанных инвесторов, включая многих биотехнологов, я обычно задаю вопрос – смотрели ли они на Терренос? Да, смотрели ответ, и мы решили не инвестировать. Если мы посмотрим на всех инвесторов в Терренос более позднего этапа, на самом деле любого этапа, через примерно два года после того, как они подняли первые ангельские деньги, это все не профессиональные инвесторы. Они, может быть, знаменитые инвесторы, типа Руперта Мердока, или бывшего госритера США, и тому подобное, и тому подобное. Но это известные люди совершенно в другой плоскости, в совершенно другом пространстве. Это инвесторы, которые не знают вообще ничего про стартапы. То есть, говоря простым языком, в нее в Терренос инвестировали дилетанты. Богатые дилетанты. Вы совершенно правы, хотя, конечно, когда я говорю слово «дилетант», это не означает, что они дилетанты во всем. Естественно, что госритер США бывший не является дилетантом. Это совершенно неправильно. Или Рупер Нордок. Но когда мы говорим про инвестиции в стартапы, это совершенно отдельная тема. Даже если вы являетесь экспертом в финансах, профессионалом на традиционных финансовых рынках, даже тогда вы можете быть дилетантом дел дохода инвестиций в стартапы. Послушайте, да они ничего не знали о технологии, которая лежала в основе продукта. Я думаю, их больше привлекал миф, сама идея. Так часто бывает в США с людьми, которые достигли вершин успеха. У них становится столько денег, что их интересует не столько возможность заработать еще больше, а стать частью того, что им кажется престижным или интересным. Для Джеффа Безоса, например, это строительство космического корабля, чтобы составить конкуренцию Илону Маску. Для этих мужчин ракетой на Марс была мысль о том, что они пойдут на фуршет и скажут, что помогают этой молодой блондинке осуществить революцию в медицине. Такой историей можно поделиться. Она звучит захватывающе. Она помогает им произвести впечатление на прогрессивных либералов. Должна сказать, что очень рада быть здесь с вами и сидеть с Джорджем. Для меня было большой честью, что он стал частью нашей работы и что мы можем у него учиться. Наверное, есть какой-то элемент в общении с ней, но я не думаю, что они видели в ней дочку или внучку. Я думаю, что это была очень политикально коррект история, при которой они поддерживали молодую талантливую студентку, которая пришла с идеей изменить систему медицинского страхования в Америке. Это было так необычно. Женщина-основатель. Это должно быть что-то великое. Так что, мне кажется, она использовала это восприятие. И я не знаю, так ли это. Мне кажется, что сексизм все еще довольно широко распространен в Кремниевой долине. Вот что мне казалось необычным. Я видел ее и с Дэвидом Бойзом, ее адвокатом, и на тот момент он был самым востребованным адвокатом в США, и с Джорджем Шульцем, бывшим госсекретарем, бывшим министром финансов, которому было уже за 90. Она, на удивление, комфортно себя чувствовала и с тем, и с другим. Настолько комфортно, что мне это даже казалось странным, потому что она абсолютно без стеснения посягала на их личное пространство, стояла к ним всегда очень близко, но это просто в принципе недопустимо в американской бизнес-культуре, уж тем более со стороны молодой женщины. Такое ощущение, что большинство мужчин просто влюблялись в нее. А что нет? В основном пожилые белые мужчины. Я не люблю так говорить, но я говорила это не раз. У них словно мозги двинули к югу. Это была бы банальная история о том, что женщина очаровала мужчин? Нет, конечно. Ничего банального в этой истории нет. И я думаю, что вкладывались мужчины, потому что это были люди, у которых есть деньги, и которые загорелись этой идеей, и которые поверили в то, что она хочет что-то изменить. Я не думаю, что здесь есть какая-то банальная история, но то, что ей удалось так долго обманывать такое большое количество умных мужчин, делает ее незаурядной в любом случае. Но ни связи, ни обаяния Элизабет Холмс не превратили бы Терренес из стартапа в компанию стоимостью 9 миллиардов долларов, если бы идея быстрого и дешевого анализа крови из пальца не попала в самую больную точку американского здравоохранения. Люди даже не знают, что у них есть основное человеческое право на доступ к информации о себе и своем теле, которая может изменить их жизнь. У каждого человека должна быть возможность пройти такой тест, потому что если вы поймете, что вы в опасности, вы сможете сделать гораздо больше. Терренес заявлял, что они инновационная компания, которая также собиралась предоставить очень дешевое тестирование. Говорили, что их цены намного ниже, и цены действительно были намного ниже рыночных. Давайте поместим это в контекст. Что происходило на тот момент в американском здравоохранении? Почему это важно? С американским здравоохранением происходило то же самое, что происходит сейчас. Первое, оно очень дорогое. Оно гораздо дороже, чем, например, здравоохранение в Европе. Второе, это у очень многих людей либо нет страховки медицинской, либо эта страховка недостаточная. Это означает, что для них здравоохранение особенно дорогое. И это немаленькая проблема американского общества. Больницы берут огромные суммы и получают сотни миллионов долларов прибыли, за исключением их якобы некоммерческой деятельности. Они должны лечить бедных, но они стараются этого не делать. Это одна из моих главных больных тем вместе с Элизабет Холмс. Мы тратим много денег и ресурсов, но они распределяются не поровну. У каких-то людей нет доступа к здравоохранению. Многие же получают слишком много помощи. Ну да, они поймали эту волну. Они поймали нужный момент. Они лоббировали политиков, у которых были хорошие личные отношения с Клинтонами, с Челси, с Хиллари и с Биллом. Элизабет выступала на конференции лидеров с Биллом Клинтоном. Который утверждал, что она – будущее здравоохранения. Вы основали эту компанию 12 лет назад, верно? Скажите им, сколько вам было лет? 19. Не беспокойтесь о будущем. Мы в хороших руках. Если бы любой венчурный инвестор в биотехнологиях, а сотни из них смотрели на Транос, если бы хотя бы один из них поверил бы в технологию или бы увидел бы результаты технологические, то заведомо был бы шквал инвестиций от профессиональных инвесторов. Потому что рынок заведомо огромный. И даже забывая про глобальный рынок, если мы будем думать только-только про американский рынок здравоохранения, я думаю, что это десятки, если не сотни миллиардов долларов. В 2015 году Транос заключает договор с крупнейшей оптичной сетью «Волгринс». Это финальный прорыв, и он должен превратить стартап в гигантскую корпорацию вроде «Тесла» или «Эппл». Итак, в стране насчитывается 8200 «Волгринс». Таким образом, мы оказались бы в пяти милях от дома каждого американца. И это то, над чем мы работаем. Конечно, то, что она заключила договор с «Волгринс», это был просто пик ее манипуляции, когда люди, ничего не проверив в лаборатории и не получив FDA-провол, стали давать ей деньги и заключать с ней договор. В том же году Холмс, считающийся самым молодым миллиардером США, попала в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала «Тайм». Тогдашний вице-президент Джо Байден посетил лабораторию «Терренес» в Пало-Альто и назвал Холмс источником вдохновения. Проблема в одном. Главный ноу-хау «Терренес» – тот самый чудо-аппарат, мини-лаборатория, которая должна тут же выдавать результат, на деле – пустышка. Из 200 заявленных анализов делал 15, и те неточные. Кстати, аппарат назван «Эдисон» в честь великого американского изобретателя, который говорил «Я не терпел поражений, я нашел 10 тысяч способов, которые не работают». Мы назвали наш продукт «Эдисон», поскольку были готовы к тому, что у нас не получится тысячу раз, но в тысячи первые мы заставим эту штуку работать. И я думаю, что это тот самый девиз, которым мы руководствовались. Это решимость продолжать попытки и добиваться результата, несмотря ни на что. Я все спрашивала ее, так как устроено ваше изобретение? Как оно будет работать? В чем его главная особенность? Я не помню, что именно она говорила, но ее ответы были очень абстрактные. Мол, мы интегрируем в проект разные компоненты. Так, чтобы я бы не смогла даже нарисовать схему их аппарата. Было впечатление, что у них на самом деле и нет никакого устройства. Ничего конкретного я так и не узнала. Она, конечно, объясняла, что она не хочет разглашать подробности. Но раз уж вы хотите моей помощи, я должна понимать, чем вы занимаетесь. Он работал хорошо. У нас было две его версии. Я думаю, что на тот момент было устройство 3.5, на котором выполнялся набор иммунохимических анализов. А затем была четырехсерийная платформа, над которой мы работали, и которая могла работать с широким спектром методов тестирования. Он похож на принтер. Я думаю, что у нее были неправильные химические вещества. Она знала, что прибор не работает. Согласна ли я, что когда-нибудь кто-то сможет делать нечто подобное? Я не знаю. Но я уверена, что у них это не работало. Она всем говорила, что нужно просто прийти, сделать укол из пальца и через несколько минут получить результат. Это неправда. Мы, например, активно отправляем каждый из наших тестов в FDA, потому что мы считаем, что это так важно с точки зрения знака качества. И я думаю об этом, когда моя мама идет на тест в одном из этих мест. Я хочу каждый раз знать, что эти данные безупречны. Но FDA дал добро только на один тест, на герпес. Факт, который Тернес преподнес как грандиозную, а на самом деле пировую победу. Все это стояло в подвальном помещении и выглядело, как старые компьютеры Apple Macintosh, черные коробки. Большинство из них прогоняли фальшивые протоколы, которые написал мой друг Майкл Крейг. Это были фейковые программы. Летом 2013 года Санни сказал, что скоро у нас будут ряды Эдисонов, работающих 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и целая сеть мини-лабораторий, штампующих данные. Еще он называл аппаратуру Сименс динозаврами, потому что был убежден, что технологии Тернес намного лучше. Позже я узнал, что все показательные тесты для инвесторов и совета директоров были подделаны, а аппараты Эдисон часто ломались и имели низкую термостабильность. Пипетки ломались. Приходилось делать 6 измерений, чтобы получить среднее значение, которое было бы хоть сколько-нибудь близко к истине. Когда инвесторы нервничали, и проекты не приходили в нужное время, Элизабет напоминала им, этого никто никогда не делал, а на создание чего-то гениального всегда уходит время, но мы уже так близко к цели, и будет очень жалко, если вы так и не вложитесь, потому что дело взлетит, и вы разбокатеете. Просто подождите еще немного, мы уже почти все сделали. Я поддался на обман, как и многие другие, включая Киссенджера и Шульца, членов совета и многочисленных инвесторов. Терренос собрали почти миллиард долларов с наивных инвесторов, которые не провели тщательную проверку компании. Терренос пудрили мозги пациентам, а позднее и законодательному собранию штата Аризоны, когда лоббировали лабораторное тестирование для пациентов без направления врача. Право свободно сделать лабораторные анализы позволит людям заняться своим здоровьем непосредственно. Будущий главный разоблачитель Терренос, Адам Розендорф, придет в компанию в 2012-м, незадолго до триумфа. Я подумывал оставить научную работу в Питтсбурге. Я тогда работал в местной детской больнице. Моя карьера продвигалась не так быстро, как я того хотел. Это был, наверное, конец 2012 года. И я читал биографию Стива Джобса, написанную Уолтером Айзексоном. И в ней описывается, как Джобс произвел революцию в технологиях, в мировых технологиях, изобретая и совершенствуя продукты, которые облегчают жизнь людей. Интересно, что потом на суде адвокат Элизабет размахивал книгой Айзексона и пытался заставить меня признать, что Тернас – настоящая инновационная компания, что было, конечно, абсурдом. В общем, я связался с одной из компаний, с их рекрутером. Мне тут же ответили. В течение двух недель меня пригласили приехать в Калифорнию. Это было глубокой зимой в Питтсбурге. Сугробы были по колено. Я еле раскопал машину на дорожке у дома. И тут я прибыл в солнечную Калифорнию. Я был толстым, бледным, еще и нарядился в шерстяной костюм. Я приехал туда. Холмистая местность, красивое здание из стекла и цемента. Но не было вывесок, только маленький знак, что здесь находится Тернас и их логотип. В фойе сидели два охранника. Они сразу же заставили меня подписать соглашение о неразглашении, что было странно, потому что я ничего не знал о компании. Я пришел не для того, чтобы украсть их секреты. Я посмотрел несколько патентов, которые Элизабет зарегистрировала с коллегами. Они показались мне интересными. Они касались удаленной передачи данных, микрогидродинамики, оптики, химии. Все, что она хотела у меня узнать – умею ли я хранить секреты и быть верным. И это тоже было странно. Меня никогда не спрашивали о таком на собеседовании. За действиями, совершаемыми на компьютере, следили. Так было со всеми. Мисс Холмс все построила так, чтобы мы не могли обсуждать внутренние механизмы компании. Даже когда я разговаривала с бывшими сотрудниками, спрашивая, как у них дела, к этому все равно относились как к какой-то внутренней информации. «Слушай, мы тут узнали, что ты разговаривал с кое-кем, кто уже уволился, и лучше тебе так не делать». Мы все были наивны и не понимали, как должен быть устроен бизнес. Поэтому мы думали, что секретность была нормой. Мы думали. Обман. Но не совсем обман. Мы считали, что это нормально – не рассказывать людям все подробности. Такие были указания сверху. И мы все очень боялись говорить откровенно, потому что нас тут же бы уволили. Главный инженер компании Ян Гиббонс пришел в Терренос в 2005-м, а в мае 2013-го совершил самоубийство. Он был болен раком. Однако важно – за сутки до трагедии ему предстояло давать показания по делу о патентах Терренос. Компания подала в суд на семью доктора Ричарда Фьюза, отца нашего собеседника Джозефа Фьюза. Терренос обвинили Фьюзов в краже за патентованной технологии. Дело закончилось мировым соглашением. Со слов вдовы Гиббонса, Ян нервничал и не хотел участвовать в судебных разбирательствах. После самоубийства Гиббонса, Элизабет Холмс тут же потребовала от его вдовы вернуть компании рабочий ноутбук. Прежде всего, я поговорила с Рошель Гиббонс. Она сказала мне, что Ян покончил с собой, потому что он должен был поклясться на Библии и сказать, что Элизабет была автором всех патентов. Но она их не писала. А он не хотел лгать, потому что если бы он солгал, точнее, если бы сказал правду, Холмс уволила бы его. Она уже уволила его один раз, но все в компании стали возражать. Вся его команда собиралась уйти в знак протеста. Поэтому Холмс вернул его. Но перевела она административную работу. Бывшие сотрудники Тираноса рассказывали, что токсичное отношение, психологическое давление были с самого начала внутри этой компании. А насколько на стадии оценки инвесторы обращают внимание на такого рода вещи? Насколько это red flag? Это огромный red flag, Алексей. И не потому, что инвесторы очень добрые, хорошие люди. Если мы посмотрим на статистику, то стартапы чаще всего разоряются, проваливаются. Не из-за того, что у них не хватает денег. А из-за того, что есть ранняя команда, они начинают друг с другом спорить, скандалить, не могут вместе ужиться. И венчур-инвесторы это знают. Венчур-инвесторы тратят очень много времени, особенно когда у нас есть, например, два основателя или основатель и ранняя команда какая-то. Они обычно тратят очень много времени на то, чтобы изучить отношения внутри этой команды. Даже отдельные венчур-инвесторы нанимают психоаналитиков, чтобы они встретились с основателями или с ранней командой. Потому что они знают, что без человеческого капитала стартап будет точно неудачный. Незадолго до запуска, который должен был состояться в октябре 2013 года, я пришел в кабинет Элизабет, чтобы сказать, что техническая часть не готова к запуску. Она была не в себе, она нервничала. Он нервно стучал пальцами по столу. Мне было странно видеть, как они не могут держать себя в руках. Ведь Элизабет знала, что в моей власти закрыть всю программу. Адам Розендерф, насколько я понимаю, выбрали у него интервью. Адам сказал мне, что когда Холмс получила сертификат от Сименс, она повесила замок на комнаты с их прибором Эдисон. И стали проводить все тесты на оборудование Сименс. И это она уже никому не сказала. Террелес разбавляли образцы крови. Нельзя разбавить образцы и получить точные результаты. То есть некоторые результаты можно получить с достаточной точностью, но большинство нет. Очевидно, что ей сказали не делать какие-то анализы крови. Скажем, свертываемость крови на тромбообразовании, потому что это очень чувствительный тест. Малейшая ошибка в результатах может стать причиной неверного диагноза и в результате смерти от кровотечения или тромба. Это очень опасно. Так же, как с уровнем калия. Ошибочные результаты, неверное лечение может привести к ритме или остановке сердца. Многие пострадали в результате. Скажем, люди с подозрением на рак получили удручающий вердикт. Они думали, что у них рак и пугались до смерти или получали неправильные результаты. Я не знаю, о чем она думала. Я написал статью в журнал Американской медицинской ассоциации, и в ней я обратил внимание, что у этой компании нет никаких научных публикаций с рецензиями, которые бы подкрепляли их заявление. Кроме того, работа с большим количеством анализов в кратчайшие сроки, в этом нет особого смысла с точки зрения профилактической медицины. И я решил, что нужно оповестить об этом научное сообщество и широкие массы. У этого нового проекта были самые высокие оценки среди ему подобных. Но 9 миллиардов долларов лишь за презентацию, это стоит лишь 9 долларов, не 9 миллиардов. И некоторые ученые, и они, мне кажется, хорошо разбирались в вопросе медицинских исследований, мне поверили. Они согласились, что это нельзя оставлять без внимания. Многие промолчали, потому что они решили, что я без причины нападаю на сердце Кремниевой долины, на самую прогрессивную компанию в округе. Мне кажется, многие считают Кремниевую долину сосредоточением прорывных инноваций. И все будут скорее на стороне компании с гениальной идеей, а не профессора-методиста, который сложил 2 плюс 2 и указал на отсутствие доказательств. Со временем стало ясно, что результаты тестов невозможно репродуцировать. Вы делаете серию тестов на одном образце и получаете разные результаты. Я был в ужасе. Тесты на беременность не работали. Я говорил им, ребята, стоп. Они кивали, тормозили. Потом говорили, что все исправлено, а я верил. Я действительно доверял им, но они предали мое доверие. Прошу прощения. Извините. Да. Но это же так просто подтвердить или опровергнуть беременность. Это очень легко. Там ничего сложного. Дело в уровнях, в конкретных цифрах. У них были тесты, где значения ХГЧ различались в 10, 100, тысячу раз между последовательными тестами. Они говорили беременным женщинам, что те не беременны. Они говорили абсолютно здоровым беременным о том, что у них выкидыш. В итоге люди перестали доверять результатам тестов Терранос. Они знали, что это в какой-то степени экспериментальная методика. Мы брали кровь из вены и отправляли образцы в Квест. Мы сравнивали результаты наших анализов с тестами Квест и ЛАПКОРП, и результаты не совпадали. Тогда Элизабет и ее брат Кристиан попросили меня, по сути, лгать пациентам или придумывать причины, которые могли бы объяснить расхождение в результатах тестов. Обстановка становилась все более неприятной, и я чувствовал, что нарушаю клятву Гиппократа. Я снова и снова говорил им, что это неправильно. У меня происходили трения с руководством на ежедневной основе. Все это есть в электронных письмах, которые были представлены на суде в качестве вещественных доказательств. Там это все очевидно. Другая проблема была в том, что у меня не было вариантов найти похожую работу. Жить в Калифорнии очень дорого, и мои родители были бы в ужасе, если бы я уволился. Я не хотел возвращаться в Нью-Йорк и жить с родителями. Оглядываясь назад, я понимаю, что мог бы устроиться работать в Макдональдс или Старбакс, снять комнату, и все было бы в порядке. Это ни в коей мере меня не оправдывает, но я всегда поступал добросовестно. А потом, когда это стало невыносимо, я уволился. К 15-му году, как раз когда Холмс подписала историческую сделку с аптеками Волгринс, объем претензий к ее компании достиг критической отметки. Партнеры и инвесторы наконец начали задавать вопросы. В проверяющих органах лежали отчеты о сомнительной эффективности методов Терренес. Но решающий удар нанесет главное деловое издание в США The Wall Street Journal. The Wall Street Journal объявил о результатах своего исследования. Оно показало, что у Терренес не только не было научных доказательств эффективности их методики, у них даже не было своей аппаратуры, и они не проводили никаких анализов, о которых заявляли. Бывший лаборант Терренес Тайлер Шульц, внук Джорджа Шульца, того самого бывшего госсекретаря США и члена совета директоров компании. Тайлер одним из первых попытался рассказать о проблемах в лаборатории, своему деду, а затем и государственным регуляторам в Нью-Йорке. Было ясно, что внутри Терренес существовал открытый секрет, технологий просто не существует. Эрика Чан также бывший лаборант Терренес. Как и Тайлер, она связывалась с надзорными органами и по ее запросу в Терренес пришли с проверкой. Позже на суде по делу Терренес Чан скажет, что результаты анализов крови в аппарате Эдисон были точны примерно как и подбрасывание монетки. В ходе заседания Эрика расскажет о том, как люди, связанные с Терренес, преследовали ее несколько месяцев. Но главным информатором дела Терренес был начальник лаборатории Адам Розендор, а его ключевой роли в крахе Терренес станет известно только перед самым началом суда. Бывший глава лаборатории уже начал сотрудничать со следствием и не мог разглашать своего имени. По его словам, это благодаря ему имена Эрики Чан и Тайлера Шульца сегодня знает весь мир, потому что именно он, Розендорф, рассказал о них автору разоплачительной статьи Wall Street Journal и позднее автору книги от Терренес, Джону Кэррейру. Мой последний рабочий день был незадолго до Дня Благодарения в 2014 году. Тогда они начали преследовать меня звонками, электронными письмами, текстовыми и голосовыми сообщениями. Здесь уже подключились юристы из Бойс и Шиллер. Дэвид Бойс защищал Харви Вайнштейна, признанного виновным в сексуальном насилии. Он также защищает крупные табачные компании. Еще Бойс был личным адвокатом Элизабет, юристом компании и входил в совет директоров. А потом меня спросили, может, все-таки останешься? А я ответил, нет, не стоит моя репутация того, чтобы оставаться. Тогда мне сразу, не стоит моя репутация того, чтобы тебя оставлять. Потом отвел меня в другую комнату, позвал сотрудницу отдела кадров Мойно и заставил меня подписать заявление о том, что я не буду никомусливо искать информацию, потому что это было своего рода прикрытие. И Санни сказал, посмотри на этого парня, он просто разносчик пиццы, мы взяли его с улицы. Если бы не я, если бы не моя работа, все усилия были бы напрасны, они бы даже не запустились. Я хотел прикрыть эту лавочку, и они это знали. Я уволился и рассказал все о The Wall Street Journal, примерно тогда же, когда я уже увольнялся, Элизабет собиралась начать производить в лаборатории тесты на Эболу. Я был последним, кто узнал об этом. Такие тесты подразумевают работу с биологически опасным патогеном уровня BSL-4 или BSL-5. Я отправил ей письмо по этому поводу. Я слышал, что вы хотите принести в лабораторию Эболу. Почему вы не проинформировали меня? Уровень нашей лаборатории BSL-2, то есть из средств защиты у нас есть только капюшоны и маски. И она, как обычно, ответила, что в компании много отделов, и мне вовсе не обязательно знать, чем они там занимаются. В первом же абзаце статьи The Wall Street Journal были мои слова. Он не мог опубликовать эту статью без цитат реальных людей. Никто не хотел давать ему цитаты со ссылкой на свое имя. Все боялись, что их засудит Дэвид Бойс, который судился со всеми подряд. Я сказала Джону, что меня невозможно засудить, если я говорю правду. Он согласился, что за правду не могут преследовать. Я спросила, что он хотел, чтобы я сказала. Он задал вопрос про познание Холмс в инженерии и медицине. Я дословно сказала, ее знания в медицинской инженерии были на начальном уровне. Ей было-то всего 19. У нее не было никаких познаний в медицине совершенно. В день публикации Элизабет Холмс выступила на бизнес-канале CNBC с комментарием к статье. Но оправдаться не получилось. С каждым вопросом ведущего иллюзия ее гениальности растворялась. Статья была суровая, но мы тут в Мэдмане не лыком шиты. У каждой медали есть две стороны. Специально для нас из Бостона с заседания Совета Гарвардской медицинской школы, чтобы ответить на обвинения в статье. Мисс Холмс, рада приветствовать. Приветствую. Так случается, когда стремишься что-то менять. Сначала тебя считают сумасшедшим, потом нападают, а затем ты вдруг изменяешь мир. Должна сказать, меня шокировало решение Джорнал опубликовать нечто подобное. Все источники, с которыми они говорили, сообщили нам, что приписанные им высказывания недостоверны. Менялся даже тембр-голос Элизабет. Она, как обычно, старалась говорить естественно низко, но к концу 10-минутного интервью потеряла самообладание. После того, как в отношении компании началось расследование, они наняли юридическую фирму Макдермод Уилл Энн Эмери, которая, по существу, помогла им уничтожить базу данных лабораторной информационной системы. По крайней мере, их в этом обвинили. А эта база данных помогла бы доказать, что результаты анализов были неточными. Большая часть данных там была сгенерирована с моей помощью, включая множество исследований референтного диапазона, исследований точности, и все якобы ради того, чтобы заставить тестовую систему работать. Бизнес Элизабет Холмс посыпался, как карточный домик. Сеть аптек Волгринс прекратила сотрудничество с Терренос. Государственный регулятор предупредил об опасности тестов. В отношении самой Холмс и ее бизнес-партнера Сани Болвания начали сразу несколько расследований. В 2018-м Терренос окончательно закроется. В 2021-м после некоторых проволочек Элизабет Холмс предстанет перед судом присяжных. Она в суде была такой уверенной в себе и хорошо одетой женщиной. У нее прическа была растрепанная, но сидела она постоянно ровно, как палка, и периодически бросала на меня неприятные взгляды, мол, как ты смеешь такое говорить? Это ложь. В суде она старалась казаться маленькой застенчивой женщиной, и за ручку Тумамину она держалась. Выглядело это очень странно. Я уверена, она все просчитала со своими адвокатами. Перед судом ей нужно было создать впечатление, что она ни к чему не причастна, что другие люди взяли над ней верх, что сама она мало что решала. Холмс заявит суду, что сама не принимала решений, а стала жертвой морального абьюза со стороны мужчин-партнеров по бизнесу. Но это оскорбительно для таких, как я, женщин, кто всерьез занимается технологиями, что когда ей было надо, она изображала из себя крутого начальника, а когда ей пришлось защищаться, она стала прикидываться, мол, о, это меня мужчины заставили это делать. Они держатся за руки, это все очень такие продуманные, хрестоматийные советы, которые дают адвокаты, как себя вести, как правильно одеться, с каким выражением лица смотреть вокруг. Во-первых, необъяснимая загадка в этой истории в том, откуда Элизабет взяла средства для собственной защиты, а это 30 миллионов долларов. Я на такую сумму не выхожу, но она указана в документах, сопровождающих ее приговор. Адвокаты заявлялись ко мне на порог. Это было ужасно. Мне буквально сломали дверной звонок. Однажды утром я подумал, что за мной обязательно придут. Знаете, я думаю, невозможно было не испытывать некоторую степень паранойи, потому что они утверждали, что у них очень тесные связи с армией США. Мол, у них есть дроны, все такое. Знаете, у американских военных неограниченные полномочия по слежке, в их власти задерживать и даже убивать. Это все вранье. Хотя у Элизабет действительно были отношения с Мэттисом, живым бешеным псом Мэттисом, который давал показания на ее процессе. Ветеран, получивший множество наград, был членом Совета директоров, и в какой-то момент он стал задавать ей конкретные вопросы. Уверенно, их для него подготовил кто-то другой. Например, был такой вопрос. Какой орган государственного контроля одобрил продукцию компании Терренос? Элизабет в ответ написала ему письмо из 17 абзацев. Пусть некоторые из них и были длиной всего в предложении. Я, конечно, не эксперт в вопросах контроля, но, насколько я понимаю, в тексте не было ни капли лжи, хотя все ее слова легко могли ввести в заблуждение. Она формулировала все так, что ты начинаешь думать. А, одобрение у них есть, отлично, это у них тоже есть. Она рассказывает о встрече с главой FDA, а ты думаешь, прекрасно, она занимается проверкой качества. Тебя словно подталкивают к выводу, что они делают все, что предполагает получение разрешений и госнадзор. Но это не так. 18 ноября 2022 года Калифорнийский суд приговорил Элизабет Холмс к 135 месяцам тюрьмы, то есть больше, чем к 11 годам. Кроме того, она лично должна возместить инвесторам 121 миллион долларов. Федеральное руководство по вынесению приговоров, руководящие принципы вынесения приговоров в США обязательно будут подразумевать приговор такого рода, когда речь идет о таких больших суммах денег. И в этом смысле я нисколько не удивлен. Я знал, что ей присудят срок. 11 лет и сколько-то месяцев. Это минимальный срок, к которому ее могли приговорить согласно директивам по назначению наказаний. Ее приговор прошел по нижней границе. Она пыталась сбежать в Мексику, дважды забеременела. Взяла билет в один конец в Мексику на свадьбу. Кто берет билет в один конец на свадьбу? А вам не кажется, что ее беременности началась прямо перед началом суда, а вторая незадолго до вынесения приговора. Так что это не тот случай, когда любящая мать вдруг хочет завести детей. И я не думаю, что эти беременности действительно сыграли решающую роль при вынесении приговора. Но кто знает... Насколько я знаю, ее девизом было «разделяй и властвуй». Муж и дети в эти планы никак не вписывались. Я не знаю, с чего она взяла, что беременную женщину в тюрьму не посадят. Посмотрите, сколько беременных сидят в тюрьме. Были ли те, кто Элизабет поддерживал? Безусловно. Некоторые считают, что она задумала масштабный проект, основала большую компанию, но не справилась со всем этим. Таких примеров тысячи и в Кремниевой долине, и по всему миру. Я был в агонии, я разваливался. Мне не повезло. Потом во многих компаниях со мной просто не хотели разговаривать из-за моей бывшей работы. Но, слава богу, сейчас я работаю в Миллениум Хелф. Тут мне повезло, потому что я не нарушил врачебной этики, и они не осуждали меня за связь с Терренас. Я думаю, что она психопатка, и это повлияло на ее приговор и сыграло роль в ее крахе, потому что она могла смириться и отступить. Если бы она признала свою вину в самом начале, вряд ли ее бы приговорили к 11 годам. Отсидела бы два года, ей бы было достаточно и могла бы спокойно воспитывать детей. Но она не допускала такого выхода, потому что она не может взять на себя вину за содеянное. В интернете есть подтверждение, что она предлагала свою систему для диагностики у детей, в частности, детей с аутизмом. И мне это кажется возмутительным, просто возмутительным. В Элизабет Холмс я вижу человека, который причинил боль стольким людям, и при этом она не выразила никакого раскаяния. Даже наоборот, она бравирует своим положением. Я заплатила адвокатам 30 миллионов долларов, я рожу детей, я пойду на все, чтобы избежать ответственности, поэтому я не могу ее простить, просто не могу. Не думаю, что она этого заслуживает. По тому набору признаков, которые существуют в справочниках по психиатрии, DSM-5, у нее наверняка есть какой-то спектр психопатии. То есть она с большой вероятностью психопат. Психопат – это человек, у которого патология в определенной части мозга, которая отвечает за эмоции. Самая главная эмоция, которая отличает и которая самая основная, которая делает нас живыми, это страх. У психопатологического нарушения нет чувства страха и они не считывают страх. С одной стороны, ей никого не жалко, потому что она не считывает эту эмоцию, она не понимает, как сочувствовать. Это врожденные изменения в хипоталамусе и амигдале. С другой стороны, она сама бесстрашна и даже тогда, когда уже ее ситуация становилась все более критическая, она вела себя очень спокойно и очень целеустремленно. У нее наверняка есть вот эта темная триада, которую Дорна поставила. Это манипулятивность, психопатия и макеавиализм. Макеавиализм – это умение добиться своего любимых средствами. Вот этот принцип Эте, который Макеавиалий написал еще в 17 веке. Это цель оправдывает средства, это что людям нужно уметь врать, и они будут ваши. То, что вот у нее вот эта темная отряда высоко выражена, мне кажется, довольно определенно, но для того, чтобы это понять, нужно, конечно, проводить клиническое интервью. Поэтому это все только спекуляции. стопроцентное лгунье, не обремененное совестью, так я считаю. Ужасно. На тебя еще в детстве давят ожидания вырасти успешной. Это ее не оправдывает, конечно. В какой-то момент она сама поверила в свою ложь, но в какие-то моменты, наверное, понимала, что поступает неверно. И есть смс-ки между ней и Санни, в которых были намеки на то, что они все знали и понимали. А вам ее жалко чисто по-человечески? Это может показаться странным, но да, да, конечно. Я думаю, она заслужила то, что получила. И я считаю, что люди должны получать по заслугам. Но в глубине души я все равно чувствую сожаление. У нее двое детей, точнее, один ребенок, скоро появится второй. Я была бы опустошена. Вам по-человечески это жаль, Елизавета Ковальс? Нет, мне не очень ее по-человечески жаль. Потому что у меня очень много студентов, которые хотят перевернуть мир. И хотя, может быть, не у многих это получится, но они искренне этого хотят, и у них есть действительно очень интересные идеи. И мне бы очень хотелось бы, чтобы у них были перед глазами символы успеха Кремниевой долины, про которые говорят многие. Но в настоящий момент Элизавет Холмс затмила многих не из-за того, что это происходит в Кремниевой долине, а из-за, наверное, общественного резонанса. И общественный резонанс мне тоже понятен. Мы с вами же говорили про важность здравоохранения. И это причина, по которой тирана стала вначале настолько известна, и потом эта история стала настолько скандальной и нашумевшей. Именно потому, что люди надеялись. Холмс и все, кто были рядом с нею, участвовали в этом мошенничестве, они воспользовались надеждами людей. Поэтому жалости меня там нету. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok